Всего на один день центральная улица города стала торговой площадью. Многие горожане специально ждали выходных, чтобы отовариться впрок. Такой спрос связан с соотношением цена-качество от местных производителей. Где-то на 15-20, зачастую на 30 даже процентов дешевле. В частности, фермерское молоко продают здесь по 50-60 рублей, процент жирности 4,2. В то время как, допустим, такой же фермерский формат молока продают, допустим, в сибирской деревеньке или на центральном рынке уже по 80 рублей. С наступлением весны в продуктовой корзине ульяновцев изменения. Люди выбирают в основном сезонные товары – саженцы деревьев, семена цветов, свежие овощи и отборные яйца к Пасхе. К слову, передвижной прилавок с хрупким угощением православного праздника привлёк рекордное количество покупателей. Зачем пришли? За яйцами, за овощами. Ну, что увидим, понравится. Всё купим. Я колбаску купила, хлебушка, зелёный лук. Ну и всё, за яичками стою. Подавать яство к столу у хозяюшки будут в посуде ручной работы. Владимир Котлеров – ремесленник со стажем. На ярмарку он привёз к рынке для молока, кружки, тарелки и даже плафоны для светильников. Свои изделия торговец изготавливает из глины. Некоторые берут и просто из-за того, что тактильно берёт вещь в руки, чувствуют её энергетику и покупают. Некоторые даже говорят, мы и не пользуемся, нам нравится, просто она стоит. Ну, а некоторые пользуются и покупают. Покупают и форель местного производства. Конкретно это из села Богдашкино Чердоклинского района. В торговых сетях цена на такой деликатес часто кусается. На ярмарке же можно побаловать себя и при этом не оставить у прилавка половину зарплаты. Очереди большие, не успеваем. А в чём именно особенность вашей форели? Особенность – это то, что до клиента надо езжать в течение часа по городу. То есть её вылавливают, тут же потрошат и привозят. Поход за продуктами в формате ярмарки отличается своей атмосферой. Живая музыка, выступления народных коллективов, традиционные русские наряды – всё это придаёт особый колорит, казалось бы, повседневному ритуалу. Хорошее настроение горожан заметил и глава области. Алексей Русских также прошёл вдоль торговых палаток и пообщался с торговцами, чтобы лично убедиться в качестве предлагаемых товаров. Следующая ярмарка пройдёт 1 апреля в Димитровграде и в Новоульяновске. А уже 8 апреля палочку ярмарочной стафеты опять перехватит областной центр. Торговые ряды развернутся в Левобережье на проспекте Ульяновском. Александра Никитина и Марат Микдиев. Управда. ТВ.